В нашу редакцию обратились жители деревни Зуево Чудовского района. В эту зиму они рискуют замерзнуть в собственных квартирах. А все потому, что в домах до сих пор отсутствует опрессовка системы отопления. Прежняя управляющая компания халатно относилась к своим обязанностям. А сейчас жители и вовсе вынуждены со всеми коммунальными бедами справляться самостоятельно. В проблеме разбирался Максим Широковский. Для некоторых жителей деревни Зуево с холодным началом осени встал вопрос. Ждать начала отопительного сезона как раньше или закупаться обогревателями. Ведь есть риск, что в семи двухэтажках, расположенных на улицах Центральная и Ветеранов, батареи так и останутся холодными. В прошлом году от этих домов отказалась управляющая компания. И все хлопоты по подготовке к зиме легли на плечи самих жителей. В том числе опрессовка системы отопления. Администрация предложила специалистов из управляющей компании, с которой так недавно разошлись собственники квартир. Те за работу хотели взять примерно по 9 тысяч рублей с дома. Большая часть населения это пенсионеры. То есть даже если там, ну как бы в домах, да, 12-16 квартир примерно, да. И есть квартиры, соответственно, которые не жилые. Также являются, есть же и неплательщики, кто не платит за свою жилплощадь, да. То есть, и соответственно, это будет делиться сумма на тех, кто платит. А у пенсионера, у которого пенсия в 8-10 тысяч, он должен заплатить коммунальные услуги еще и за опрессовку. При этом многие жители на такие условия согласны и заплатили бы эти деньги. Но категорически не хотят доверять такую ответственную работу своим старым знакомым из УК. По словам жильцов, эти коммунальщики раньше такими обязательными процедурами не занимались. А батареи пусть не сильно, но нагревались. То есть и в этот раз они деньги заплатят впустую. А в случае что с трубами, отвечать будут жильцы. Не факт того, что запустят они котельную. А тепла там может как такового не будет. Когда они говорили, что там лягушки им мешают, у них там не проходит, все это засоряется. То есть промывки как таковой тоже в принципе не производилось. Я не знаю, у тебя была? Да, будут ли они вообще это все делать? Филькина грамота, я говорю, на обум святых все приехали, наговорили людям, как говорится. Лапшина уже навешали, а вы только здесь собираете, успеваете. С этой ситуацией, кстати, хорошо знакомы в районной администрации. Людей понимают, но и ведь против коммунальных законов не пойдешь. При этом решение проблемы найти можно, считают чиновники. Эти работы могут производить не та организация, кого мы предлагаем. Потому что мы предлагали, исходя только из хороших соображений в том плане, что необходимо, эта управляющая, обслуживающая организация знает эти дома и знает больные места. Если кого-то просить другого, то там будут сложности. У них есть право к любой обратиться организации. У жителей деревни Зуева, кстати, есть и претензии непосредственно к самому поставщику тепла. Их пугает состояние труб, которые тянутся от котельной к их домам. Стоит ли оплачивать счета за обогрев улицы зимой? Трубы в некоторых местах голые. Их к отопильному сезону готовит Канавгородская. То есть я отвечаю за их сохранность, целостность, то есть техническое состояние. То есть если и мы их готовим, так же они проходят гидравлическое испытание ежегодно, опрессовку и осенью восстановление изоляции нарушенной в течение года и лета. В момент начала отопительного сезона проверяются все участки, выявляются, где есть необходимость восстановить изоляцию, она вся восстанавливается. Нагреются ли батареи в квартирах этих домов в деревне Зуева, зависит от их собственников. Найти деньги и выполнить все необходимые для старта отопительного сезона условия, время еще есть до 15 сентября. Из Чудовского района Максим Широковский, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.